Мы потратили около 800 тысяч, и теперь полностью их разберем. Интересно, сможем ли мы обнаружить что-то новое? Мы команда, которая не боится признавать свои ошибки. Давайте знакомиться с нашими жертвами. Белый автомобиль. Это импортный Mercedes-Benz E260. Код серии W213. Чтобы как можно быстрее привести его для съемок, мы купили из наличия дорестайлинговую модель. Черный это Peking Benz 21 года E260L серия V213. Оба автомобиля относятся к одному поколению, но черный уже прошел плановый рестайлинг. Почему именно эти два автомобиля стали главными героями первого выпуска? Потому что мы глупые и у нас много денег? Конечно нет. Все потому, что Peking Benz всегда в центре внимания. Как в СМИ, так и в повседневных разговорах. Подумайте сами. Когда два небогатых автолюбителя обсуждают машины, как им быстро подружиться? Давайте поругаем Peking Benz. Сразу появляется чувство взаимопонимания. Конечно, у нас достаточно поводов для критики Peking Benz. От скандала с заменой алюминия на сталь, до историй с поломкой приводных осей. Но эти темы мы обсуждаем уже почти год. И Mercedes уже выпустил обновленный E-класс. Внесли ли они какие-то точечные улучшения? Устранили ли недостатки? Или мы сможем найти что-то новое, что скрывается от глаз? Именно поэтому мы решили купить его и разобрать на радость зрителям. Начнем со старой темы. Скандал с заменой алюминия на сталь у китайского Mercedes. Он помог многим обзорщикам стать популярными. У меня в руках камень истины, который учитель физики назвал бы просто магнитом. Теперь давайте посмотрим на материалы кузова у китайского и импортного Mercedes. Итак, рестайлинговый китайский E-класс остался прежним. Mercedes действительно держит марку, несмотря на критику. Вот это выдержка. Volkswagen явно позавидует. Забавно. Говорят, что у китайского четыре двери, капот и багажник заменили на сталь. Но у импортного из алюминия только передние крылья, капот и багажник. Но все же почему алюминиевые панели заменили на стальные? Это снижение качества? Вот что по этому поводу говорит отдел продаж официального дилера Mercedes. Многие говорят, что наш Mercedes заменяет алюминий сталью. Он всегда был стальным. Когда я продавал, он всегда был стальным. Даже в импортных используются стальные элементы. Да, алюминий лучше поглощает удар. Но такие части, как двери или капот, малейшее повреждение на алюминии, например, вмятина, не подлежит ремонту. Если дверь слегка заденешь, ее придется полностью заменить, что обойдется тебе дорого. Алюминий плохо поддается кузовному ремонту, что увеличивает его стоимость. Давайте проверим это на практике, используя капот. Благодаря бюджету нашего шоу и отсутствию какой-либо ответственности, я наконец-то воплотил давнюю мечту — разбить машину богача стальным шаром. Мы взяли шар весом 260 грамм и уронили с высоты одного метра. Смоделировав повреждения от камней или града. Для того, чтобы усреднить показатели, мы сделали шесть вмятин в разных точках капота. Этот звук разлетающихся денег просто волшебен. Используя штангенциркуль, мы измерили среднюю глубину вмятин. На стальном капоте — 0,52 мм. На алюминиевом у импортового Mercedes — 0,40 мм. Разница совсем незначительная, но в пользу алюминия. Почему же получился такой результат? Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что алюминиевый капот у импортного Mercedes толще, а не с тем, что алюминий лучше выдерживает удары. Вмятины сделаны, пора их ремонтировать. Если ваш Mercedes получил такие повреждения, не торопитесь обращаться в страховую компанию. Лучше сразу идите в сервисный центр. Ведь даже после реформы страхования количество страховых случаев остается главным фактором повышения стоимости страховки в следующем году, а не цена каждого отдельного ремонта. Не тратьте драгоценные страховые случаи на такие мелкие повреждения. Можно воспользоваться технологией ремонта вмятин без покраски, смысл которой — вытягивание вмятины специальными инструментами. В официальном сервисе Mercedes такой ремонт не предлагают, ведь на этом много не заработаешь. Поэтому мы пригласили мастера по ремонту без покраски к себе на дом. Стальной капот ремонтируется легко, всего 20 минут. А вот с алюминием сложнее, он мягче и менее упругий. Поэтому на ремонт одной вмятины требуется уже около 30 минут. Кроме того, ремонт алюминиевых деталей дороже. Одна вмятина — 800 юаней, а у стальной — 500. Данный эксперимент подтвердил, и значительные вмятины как на алюминии, так и на стали можно исправить. Однако ремонт алюминия требует больше времени и обходится дороже. Закончив тест на мелкие повреждения, мы решили смоделировать ситуацию с более серьезными, например, возникающими при столкновении на низкой скорости. Вас ждет еще более расслабляющее зрелище. Не могу не похвалить себя. Да, ломать я умею. Обе крышки багажника оказались не только с заметными вмятинами на ровной поверхности, но что самое приятное — с идеально точными попаданиями по краям. Мастер по ремонту без покраски сказал, что не сможет отремонтировать. Такие повреждения не подлежат ремонту. Поэтому мы сделали фотографии и видеоповреждений и обратились в несколько сервисных центров «Мерседес». Ответ был один и тот же. Для таких повреждений, независимо от того, алюминиевый это или стальной багажник, рекомендуется замена деталей на новую. Но мы настойчиво просили традиционный ремонт с покраской. На что нам ответили, что стальную крышку можно починить, но это обойдется в тысячу юаней за вмятину плюс покраска. В итоге весь ремонт будет стоить пять тысяч. На такую сумму вы точно не будете ремонтировать за свой счет, а обратитесь в страховую. Раз уж есть страховка, почему не заменить деталь на новую? Алюминиевый багажник дилер сразу отказался ремонтировать. Сталь ремонтируют с помощью нагрева и выстукивания для придания формы. Но у алюминия низкая температура плавления, и в процессе кузовного ремонта он легко деформируется и теряет форму. Деталь легко повредить. Шпаклевка тоже требуется специальная, с алюминиевым порошком. В итоге, ремонт алюминиевых деталей сложный и рискованный, особенно если повреждения находятся на ребре, как у нас. В таких случаях дилер просто рекомендует менять деталь. И вот тут самое интересное. Стоимость алюминиевого багажника для импортного Mercedes 14 077 юаней, а стальной для китайского 14 060 юаней. Разница всего 3 бутылки колы. Тут стоит отметить, что при равной прочности алюминий примерно на 40% дороже стали. Кузовные панели китайского Mercedes изготовлены из стали с гальванической оцинковкой. Этот процесс обеспечивает лучшую адыгезию и антикоррозийную стойкость по сравнению с горячим цинкованием. Таким образом, сталь, используемая в китайском E-класс, стоит совсем не дешево. Но, конечно, она не доходит до цены алюминия. Во время ремонта мы обнаружили еще несколько интересных моментов. Например, стоимость деталей у Mercedes. Даже по этим шилдикам можно судить о многом. Многие владельцы, получив свой новенький автомобиль, первым делом спешат убрать надписи Peking Benz и E260L. Но знаете ли вы, сколько они стоят? Каждый китайский иероглиф или буква обходится примерно в 150 юаней. Так что, когда вы просто снимаете эти надписи, вы снимаете с автомобиля несколько тысяч юаней. Если уж решите их снимать, отправляйте мне. Вот адрес. Вернемся к тому, что нам сказал дилер. Алюминий нельзя отремонтировать. Это действительно верно в 90% случаев. Причина не только в свойствах самого алюминия, о которых мы уже говорили, но и еще в двух факторах. Во-первых, кузовной ремонт алюминия требует особых условий. Чтобы избежать загрязнения алюминиевой пылью или даже взрыва, для ремонта алюминиевых деталей необходимы специальные сварочные аппараты и формы для восстановления поверхности. Не каждый дилер может позволить себе оборудование и рабочие места, сертифицированные для ремонта алюминиевых кузовных деталей. Во-вторых, требования Mercedes к качеству ремонта очень высоки. Чтобы восстановленные кузовные элементы соответствовали необходимым стандартам по прочности и точности размеров, алюминиевые детали в большинстве случаев меняются целиком. Это значит, что немногие мастера способны качественно выполнить ремонт. Обычно продавцы правы. Если алюминиевую деталь помяли или поцарапали, ее поменяют. После того, как Peking Benz заменил алюминиевые панели на стальные, цена автомобиля для покупателя не снизилась. Кроме того, цена запасных частей, таких как капот и крышка багажника, отличается всего на несколько юаней. И независимо от того, стальная у вас деталь или алюминиевая, в случае повреждения для вас это все равно будет страховой случай. Вывод такой. Замена алюминия на сталь была продиктована желанием снизить производственные затраты и упростить для себя процесс ремонта. Но этой выгодой с потребителем не поделились. Теперь мы официально начинаем разборку двух автомобилей. Мы начнем сравнение снаружи, постепенно переходя к внутренним деталям. Первым делом проверим среднюю толщину и твердость лакокрасочного покрытия. Мы взяли по 10 точек, 4 дверей, капота, багажника и крыльев на двух автомобилях. Результаты показали, что на импортном Mercedes толщина покрытия на 20 микрон больше, чем у китайской модели. Разница может быть связана с отличиями в технологии окраски или сырьем самой краски. Но по результатам видно, что у импортного краска толще. Далее мы измерили твердость покрытия с помощью твердомера. Оба автомобиля показали одинаковый результат. Твердость 2H, что соответствует средним показателям в отрасли. Обратим внимание на кресло. У водительского есть два отличия. Во-первых, регулировка высоты подголовника. На импортном Mercedes E-Class она электрическая, а на китайском – пучная. Второе отличие – подушка сиденья. У импортной модели оно цельное, а у китайской версии есть выдвижная часть под колени. Но даже в полностью выдвинутом состоянии сиденье у китайской версии короче, чем у импортного Mercedes. Обе машины в начальных комплектациях, но по комфорту передних сидений китайский E-класс явно уступает. Однако с задними креслами ситуация иная. Ширина дивана у китайской версии чуть меньше, но глубина даже больше. Кроме того, за задними сиденьями китайской версии добавлена двойная алюминиевая пластина. Мы предполагаем, что для усиления поперечной жесткости на удлиненной базе. Или для дополнительной защиты пассажиров заднего ряда. Сняв сиденье, посмотрим на внутреннюю отделку. Оба автомобиля используют для шумоизоляции большое количество вторично переработанного материала с небольшим добавлением первичного. Китайская модель после рестайлинга получила дополнительную шумоизоляцию под задними сиденьями, что говорит о повышенном внимании Peking Benz к комфорту пассажиров второго ряда. Посмотрим на проводку. Оценка качества проводки включает такие критерии, как обмотка, укладка и качество разъемов. Мы можем провести визуальный анализ после разборки. Качество проводки и ее укладка в основном одинаковые. Хотя очевидной разницы в уровне сварки двух автомобилей нет, качество обработки швов герметиком у импортного Mercedes явно лучше. Основная задача герметика – предотвращение коррозии, повышение прочности сварных швов, а также снижение трения и вибрации между элементами кузова. Это важный этап процесса сварки голого кузова. На импортном Mercedes герметик наносится машинным способом, что делает швы более ровными и аккуратными, в то время как на китайском – вручную. И это сильно зависит от человеческих факторов, таких как опыт или даже настроение мастера. Судя по всему, настроение у мастера этого автомобиля было не лучше, чем у вашего ведущего, который работал в праздничные дни. И хотя на практике это не влияет на функционал, внешний вид явно не соответствует статусу бренда Mercedes. Переходим к виброизоляции. Ее задача – уменьшение низкочастотного шума, вызванного вибрацией металлических частей кузова. В импортной версии используется пластизоль, а в китайской – стандартный битумный материал, который Mercedes называет полимер-модифицированным битумом. Пластизоль наносится с помощью пистолета с шириной сопла 70 мм, что позволяет создать ровные полосы на поверхности металла, он более экологичен и легче по весу, хотя и дороже в производстве, чем битумный аналог. После снятия бамперов посмотрим защитные балки. Я должен сказать – премиальных автомобилей и защита на высшем уровне. Обе модели – и импортная, и китайская – имеют впечатляющую площадь защиты кузова. Передняя балка импортного Mercedes защищает 87% кузова. У китайского – 86%. Задняя балка – 75% и 73% соответственно. Хотя китайская модель немного уступает по этому параметру, разница несущественна. Однако обнаружилась важная деталь. Задняя противоударная балка на импортном Mercedes двухслойная, а если мы посмотрим на китайскую версию, она одинарная. Это явная экономия. Мы отправили передние и задние балки двух машин в профессиональную лабораторию для проведения тестов на прочность. Максимальная нагрузка, которую смогли выдержать передние балки, составила 1,25 тонны для импортного автомобиля и 1,23 для китайского. Оба результата находятся в пределах стандартов, что неудивительно, учитывая схожие размеры и конструкцию. А вот тест задних балок показал колоссальную разницу. Двухслойная задняя балка импортной модели выдержала нагрузку 7,89 тонны, что в два раза больше, чем у китайской версии с однослойной балкой, которая смогла выдержать только 3,41 тонны. Однако на самом деле противоударная балка не является конструктивным элементом безопасности при проектировании. Она защищает на низкой скорости, но не повышает жесткость кузова. При серьезных авариях гораздо важнее силовая конструкция кузова. Нельзя оценивать балку только по ее прочности. При малой прочности она не будет выполнять свою функцию. А при слишком высокой, вся сила удара будет передаваться на продольные лонжероны, что может привести к разрушению силовой конструкции кузова. Поэтому правильный расчет балки гораздо важнее, чем просто прочность в числовом выражении. Переходим к подвеске, где важно обратить внимание на неподрессоренную массу. К ней относятся все подвижные элементы подвески, которые находятся ниже амортизаторов. Она напрямую влияет на управляемость автомобиля. Чем меньше неподрессоренная масса, тем меньше инерция при движении, меньше нагрузка на подвеску и быстрее реакции автомобиля. После разборки и измерений оказалось, что неподрессоренная масса у китайской версии всего на 5 килограмм больше, чем у импортной. Эти 5 килограмм добавили диски и шины. В тюнинг сообществе говорят, каждый килограмм под пружиной равен 10 над пружиной. Поэтому если хотите улучшить управляемость, сразу меняйте колеса на облегченные. В предыдущего поколения, китайского E-класс, были проблемы с утечкой в амортизаторах и в случае их поломки. Мерседес проводил отзывную кампанию для устранения проблемы. В обновленной версии китайской модели V213 подвеска полностью идентична импортной. Масса импортной версии тонна 740, а китайской тонна 800, то есть китайская версия тяжелее на 60 килограмм. Мы провели измерение веса всех панелей кузова и выяснили, что замена алюминия на сталь добавила 25 килограмм. Такая рифмовочка получается. Черный и белый — 60 килограмм. Удлинили и сталь добавили. Пополам. Эти дополнительные 60 килограмм создают большую нагрузку на подвеску, но только время покажет, приведет ли это к каким-либо проблемам. Еще одно отличие — задний редуктор. У импортной версии корпус редуктора выполнен из алюминия, а у китайской — из стали, что добавляет еще 6 килограмм. Однако кроме материала корпуса, функциональных различий между ними нет. Передаточное число главной пары практически одинаковое. Китайский редуктор в стальном корпусе стоит 54 800 юаней, а импортный алюминиевый — 40 957. Почему сталь дороже алюминия? Кто-то может это объяснить. По двигателю мы не будем вдаваться в подробности. Это проверенные 1.5 с мягким гибридом в 48 вольт, которые используются в С-класс, Е-класс и даже в ЦЛС. Двигатели производства Peking Benz также экспортируются за границу. По технологии, конструкции и даже по основным поставщикам нет различий. На практике этот двигатель шумный и неэкономичный. Став предметом насмешек над Mercedes, он, наконец, будет заменен. Следующий Е-класс будет начинаться с 2 литров. Теперь переходим к заключительной части. Исследуем то, что скрыто от глаз. Мы взяли образцы с левой и правой стороны кузова, распилив верхние и нижние боковые балки, передние и задние продольные балки, а также внешние и внутренние слои трех стоек для тестирования прочности кузова. Этот распил навсегда исключил возможность восстановления этих машин для последующей продажи. Распил вечного спокойствия. Прежде всего, хотим похвалить голые кузова обеих моделей. Они выполнены из полностью оцинкованной стали и после фосфатирования подвергаются катафорезу. По результатам резки видно, что их защита от коррозии очень тщательная, что говорит о грамотной конструкции кузова. При погружении в катафорезную ванну краска проникает в пустоты кузова и полностью вытекает через специально спроектированные дренажные отверстия. Технология заполнения скрытых полостей воском добавляет еще один уровень защиты от коррозии. Вырезанные образцы мы отправили в лабораторию для проведения тестов на предел прочности при растяжении и текучести металла. Знакомые термины, но что они означают? Прочность при растяжении показывает на способность металла сопротивляться разрыву, а предел текучести — на способность противостоять необратимым деформациям. Сразу озвучу главный вывод. Инженеры по концепции безопасности Mercedes очевидно заботятся о своих семьях. Прочность стали кузова импортного и китайского Mercedes со стороны водителя и переднего пассажира практически одинакова. Никто не пытался подогнать материалы под конкретные краш-тесты. И справедливости ради, хотя Peking Benz всегда подвергался критике за экономию, прочность стали на самом деле ничем не уступает. В одних и тех же точках прочность на уровне импортной модели. С точки зрения материаловедения, сталь с пределом текучести более 600 мегапаскалей считается особо прочной. Оба автомобиля в передних и средних стойках, а также балках крыши и порога, используют особо прочную и даже сверхпрочную сталь. Говорит ли это о высокой безопасности данной модели? Нет. Мы команда, которая специализируется на самокритике. Комплексную безопасность всего автомобиля нельзя оценивать только по прочности стали и его отдельных элементов. Я приведу, возможно, не самый точный, но очень наглядный пример. Посмотрите, это четверть палочки для еды. Ее очень трудно сломать. Но если взять целую палочку, очень просто. С кузовом автомобиля то же самое. Если слабая сварка, то даже самая прочная сталь не спасет от разрушений при ударе. Само по себе, понятие прочности кузова очень противоречивое. Он должен быть прочным и в то же время эффективно поглощать энергию. Поэтому по результатам этого теста мы не можем однозначно говорить о безопасности модели, но можем утверждать, что по структуре безопасности у китайской модели нет упрощения. На этом мы заканчиваем. Вы разочарованы? Клавиатура, которая должна была сейчас щелкать, похоже, совсем замерла. Как создатель контента, я тоже немного разочарован. В конце концов, потратив 800 тысяч, мы не получили ни одной сенсационной новости. Хотя обе машины нельзя назвать абсолютно одинаковыми. Тем не менее, в ключевых моментах действительно нет двойных стандартов. В этот момент я даже рад за владельцев китайской версии Mercedes E-класс. В конце концов, никто не хочет выбрасывать деньги на ветер. И ваш выбор оказался не таким плохим, как говорят в интернете.